Ребята, всем большой привет! Меня зовут Раиль, и вы попали в хижину музыканта. Сегодня разберем новую песню Егора Крида «Что скажет мама». Очень хорошо ложится под гитару, потому что там в оригинале, кроме гитары, по сути, практически ничего и нет. Сейчас слушаем мой кавер на эту песню, кусочек маленький, и сразу приступаем к разбору. Поехали! Ты знаешь, что мы с тобой не идеальны, и чтоб было немыслимо, стало реальней. Любовь, то, как ты бормочешь во сне, как говоришь обо мне, не бойся мы наедине, я скрою твой гадный секрет. И все эти мелочи, из которых ты собрана, я люблю их, та девочка, а остальное мне наплевать. Что скажет мама, когда увидит нас с тобой, ведь это все правда, мы не поедем там домой. Я знаю, что каждый нас обсуждает за спиной, все это неважно, и не понять нашу любовь. И все эти мелочи, далеко ведь на мелочи, и всем обо всем закричи, только не нервничай. И всем, когда солнце разбудит, чуть вернят тебя светом, я с тобой напомню, что круче тебя нету. И как бы банально все это не звучало, я бы каждый день с тобой повторял сначала. Ты наденешь серебро, и тебя мне мало, ты мой самый лучший про, и тогда финал. И все эти мелочи, из которых ты собрана, я люблю их, та девочка. Ребята, у меня есть для вас отличная новость. Тут один крутой гитарный препод нарисовался. И вы будете приятно удивлены его виртуозной игрой на гитаре, а также демократическими ценами на уроки. Всем очень советую. Территориально он находится в Москве, но также, возможно, уроки по скайпу. А если скажете от меня, то вы вообще получите 15% скидку на первый месяц. Ссылка в описании, а мы приступаем к разбору. Поехали. Ребята, давайте приступим к разбору. Четыре аккорда тональных с песней ми минор. Е, М аккорд. Следующий аккорд С. Самые известные и легкие аккорды, простые. Аккорд G дальше и аккорд D, но с добавлением ноты соль, то есть D-сус-4 по сути. Это в припеве. Ну, в основном это аккорд D, просто. Четыре аккорда, да? Песня начинается с простого, очень простого перебора на каждом из этих аккордов. Проводку делаем вниз. Потом дергаем первую, вторую, третью струну вверх. Щипком. Поехали. Проводим вниз. Дергаем. Один, два, три. Аккорд С дальше проводим. Аккорд G. D-сус-4. То есть провели. Один, два, три играем. Третью струну чуть позже дергаем. И тут уже начинаем петь после прохода целиком четырех аккордов. Начинаем петь. Я знаю, что мы с тобой не идеальные, но что было немыслимо, стало реальным. Люблю то, как ты бормочешь во сне, как говоришь обо мне. Не бойся мы наедине. И за последним проходом на аккорде D мы играем бой уже. На D-сус-4 точнее. Понятно, да? Еще разочек повторим. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Каждый раз с остановкой после удара вниз. Так бесконечно можно, но на самом деле звучит вот так. В конце вниз, вверх, просто вставляем. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И аккорд С дальше. Начинается подготавливающая часть, предприпевная часть. С. G. C. D. Бой остается такой же, как был в конце куплета. Сейчас попробуем предприпевную часть петь. И перейти уже на припев. Бой очень простой, да? И простые удары на аккорде D. Вниз, 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 вверх, вниз. То есть раз, два, три, четыре, пять. И пауза небольшая. Тут мы уже начинаем петь припев. Целиком соединим и перейдем к припеву. Я знаю, что мы с тобой неидеальные. Но что было немыслимо, стало реальным. Люблю то, как ты бормочешь во сне, как говоришь обо мне. Не бойся, мы наедине. Я скрою твой карьер секрет. И все эти мелочи, из которых ты собрана. Я люблю их так, девочка. На остальное мне наплевать, что скажет мама... Так, дальше начинается припев. Аккорды остаются такими же, только в два раза быстрее. Их нужно проигрывать. То есть получается на E, M и C один цельный бой. На G и D второй цельный бой. То есть... То есть вот этот бой, который внизу на экране я расположил, играется целиком на аккорде E, M и C, а потом на G и D. А хотя в куплете мы этот бой играли на каждом из аккордов целиком. То есть полностью на E, M, потом на C. А здесь нужно его поделить. То есть два удара вниз на E, M. То есть на E, M делим вниз, вверх-вниз, вверх-вверх. C вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вниз-вверх. G вниз, вверх-вниз, 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 вверх. Ничего сложного, уже автоматически правая рука должна играть, в левой просто сменяем аккорды. Что петь в голосе в этот момент? Понадобятся ноты. Третья струна открытая, потом на втором ладу, то есть нота ля. И вторая струна открытая, это нота си, нота ре на третьем ладу, второй струны, и нота до на первом ладу, второй струны. Играем. Что скажет мама? То есть ля, ля, соль, ля, си. Что скажет мама? Когда увидит нас с тобой. То есть нота соль, соль, ре, до, си, ля, ля. Когда увидит нас с тобой. И потом повторяем опять. Потом ля, ля, соль, ля, соль. И последняя новая комбинация, это ноты соль, 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 фадис, фадис. Ля, ля. То есть... И мне понять нашу любовь. Всё просто. Поехали, пробуем припев. Петь начинаем также с затакта. И потом только вступаем на аккорде ЕМ. То есть... Что скажет мама? Когда увидит нас с тобой. Ведь это всё правда. Мы не поедем к нам домой. Я знаю, что каждый нас обсуждает за спиной. Всё это не важно. Не понять нашу любовь. В конце на аккорде С возвращаемся обратно. Четвёртый проход где? На аккорде С делаем удары вниз. И на Д опять-таки пять ударов. Второй куплет играется чуть-чуть другим боем. И ещё с заглушкой в правой руке. Всё довольно просто. Посмотрим сейчас просто бой. А потом уже с заглушкой. Удары вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. В конце добавляем. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Этот бой мы с вами уже проходили. Здесь его нужно на каждом из аккордов играть целиком, потому что мы возвращаемся к обычному течению аккордов. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз. Здесь уже можно чистый аккорд D использовать без D-sus4, без добавления ноты соль. И это нужно с заглушкой попытаться, то есть ребро правой руки поставить у нижнего порожка. Не так сильно вытаскивайте, чтобы до конца не глушить, а вот чуть-чуть приглушённо должно звучать. То есть здесь всё-таки есть какие-то удары. В основном удар вниз нужно вот с блокировкой стучать, а удары вверх уже можно приоткрыв правую руку. То есть медленно сейчас покажу, чтобы вы уловили. Два удара, по сути, на заглушке. Второй. И вот этот, да. Вот таким образом можно сыграть, а можно вообще руку не снимать, просто блокировать только верхние струны, а нижние пусть звучат открыто. Попробуйте, поэкспериментируйте, можно только по нижним бить, только по басовым. Звучать должно очень вкусно, потому что это интересный приём. Всё-таки куплет более приглушённо должно звучать. Попробуем спеть. И все эти мелочи далеко видны мелочи, и всем обо всём закричи, и только не нервничай. И всем, когда солнце разбудит, чуть ли обняв тебя светом, я снова напомню, что круче тебя нету. Да, здесь берём фальцет по трём нижним струнам. То есть на D играем. На удар вверх мы должны взять фальцет. Удар вверх делаем, кстати, ногтём большого пальца, так эффективнее. Играем вниз, 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 вверх. Просто прикладываем вот на именно порожек, вот этот, легонько средний палец, и сразу убираем палец. Нужно вот... Нужны лёгкие прикасания, и сразу резко убирать, чтобы звук получился, не держать вот таким образом, потому что не получится. Попробуйте. То есть здесь обычно дёргаем или делаем удар. Вниз, 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 вверх. Вот таким образом играется второй куплет, первая его часть. Вторую часть, и продолжаем таким же боем, можно открыть вообще. То есть открыть струны, чтобы не приглушённо. Тут голос вступает чуть позже во второй части. И как бы банально всё это не... То есть на второй удар. И как бы банально всё это не звучало, Я бы каждый день с тобою повторял сначала. Ты наденешь серебро, и тебя немало. Ты мой самый лучший в роли, так до финала. Остановка на корте D. И дальше уже опять-таки предприпевная часть. И все эти мелочи, из которых ты собрана, Я люблю их, так девочка. А остальное мне наплевать, что скажет мама, Когда увидит нас с тобой. Ведь это всё правда. Мы не поедем к нам домой. И так далее. С этим уже вы справляетесь, я думаю. Мы всё это разучили. Осталось только разучить второй бой для второго куплета. И чётко закончить второй куплет, второй припев, Ну и вторую предприпевную часть. Дальше, после второго припева, идёт игра на мелодике. Очень простая там. Аккорды те же. То есть E, M, C, G, D. Три раза играем. И потом, как в куплете, опять-таки на C возвращаемся. Стучим. И на D. И опять начинается припев. Ребята, сейчас будем прощаться. Очень жаль, что время пролетело так быстро. Хочу сказать вам спасибо, что смотрите мои ролики И учитесь играть именно у меня. Мне это очень приятно. Ставьте лайк, чтобы вышел новый разбор на новую песню Егора Крида. Целый альбом у нас есть. Пишите в комментариях, что именно разобрать. Ребята, кто вообще в течение разбора ничего не понял И не смог научиться играть эту песню, Значит, вам нужно осваивать гитару. А для этого в описании под видео Есть мой самоучитель игры на гитаре Под названием «Освоим гитару за 7 дней». Где я вас самым коротким путём учу играть на гитаре. Так что после прохождения данного курса Уже сможете играть ваши любимые песни. С вами был Раиль. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова